Здрасьте. Так что за район-то рассказывай? Что район? Я тут живу. Очень похоже на Венецию. Я смотрю, тут периодически Баффет. Не остается ни стикеров, ничего. Кстати, по поводу баффа, здесь его как такового нету, но я сам стараюсь не рисовать, потому что такое. Не сри там, где спишь, да? Ну да. О, нифига. Что это за раритет? Что ты про вот эту будку? Да. Это, короче, буккроссинг. Тут люди оставляют книжки и меняются. Я понял, понял. А вон, как раз, смотри, он про Бафф говорил. Ага. Вот под нами. Вот там вот стратеги ОСМ были. Бум, ОСМ, Бекман. Вон там все-все, вот там вот в подвале. Удачно попали на Бафф. Блин, ну это же прямо из Англии как будто. Да, что-то они со стилями тут перепутали. Один раз на всю жизнь. Смотри, несколько экземпляров. Это тоже кто-то почитал, не понадобилось так. Так, блядь, нахуй. На всю семью ворали. С иллюстрациями, ты гляди. Блять, опять с Богом что-то связано, ну что-то. Не, ну вон, смотри. Это в полка с религией, это в... Слово забыл. Я не знаю, что это такое, но одно время очень много было. Какой-то единственный нетронутый спот? Ну, так магазинчик частный, а им, видимо, не мешают они. И они их не убирают. Кажется, каждую новую наклейку туда клеишь? Каждую новую. То есть, когда входит новый дизайн, я его, короче, стараюсь приклеить туда. Тут даже не только я подклеиваюсь. Вот эти две, они мои. Второй вал, чего пригорюнился? Когда следующий мостик? Ну ладно, не хочешь, не отвечай. Зазнался уже, видел? Да, вообще. Я добавляю приписку один. Типа, если появится еще один фасоль, то как бы я один. Не, а еще один фасоль-то есть вроде. Мы когда его снимали у этого, вот Лёна, он там показывал какую-то фасоль еще одну. Он больше стикеров не делает, фасоль не видел тоже давно. Фасоль не видел? Да, фасоль. Какие-то древние стикеры, по-моему, то ли 20-го года стикеры. Фасоль, вот этот который? Нет, не вот этот. А, я видел этот отрывок, но я не знаю, что это за чел. И Лёна еще тогда в ролике сказал, что он уже давно не рисует. Вот. Ну, кстати, вот этот никнейм у меня фасоль-то один. Он из класса четвертого, наверное. Рисовать я как бы начал там четвертого. У меня там были разные ники, там даже мерк, по-моему, был. Было, кстати, забавно, когда я приезжаю на дачу, и у меня дверь комнаты разрисована, мерк. И я такой, что за херня? Оказывается, короче, у брата такой же ник. И уходил, вот ты гол. Блин, подрезали одновременно. Да. Ну и таких не застыковывал, короче, с никами. Постоянно у пацанов случается, типа, поменяй букву, потому что такой ник уже есть у меня. Там, типа, место запи, шоссе, и тогда у нас не будет там конфликтов. Ну, блин. Вот этот вот X-Men, это вообще не я писал. Бум, вот эти все штуки, это не я писал. Ну, ты красный написал, да? Я писал, вон, видишь, одна рожа нарисована. Да. Вот одна единственная. Вот это я. И вон там, вон, большая. Чикарня, видишь, желтая. Вот это тоже моя. Мне вообще кажется, что кому-то мне рождение банку подарили. И он такой, блин, я граффити. Станция Химки. 345. Че, куда мы в итоге сейчас двигаем? Слушай, мы сейчас двигаем домой, берем красочку. А, берем ключ от тачки, едем забирать Костю и едем на спот рисовать. Вон там вот Боба обычно живет. Ты его видел? Да, у нас, кстати, забавная история была. Мы здесь стояли с другом. И ему девушка скидывает видео из инстаграма, когда пацаны бегают за Бобром. И такие, ел, блядь, это Бобер. И мы в отместку отправляем такое же видео, где мы бежим за Бобром. Это как бы мы где Бобра нашли. Мэй, где вот этот твой, да, Кирик? Уже перебафанный весь. А, кстати, я не знаю, что я за чел черным написал, но красным написал я. Угу. Потому что нечего у меня перекрывать на моем районе. Вот здесь уже залезли. Смотри, где хуй подрисовали. Это, блядь, как обычно. Еще Вегман на стриме сказал, что перс на хуй похож. У меня потом Малой, и кого-то из детей не договорил про это. Малой подходит, вот когда с тленом рисовали. Он, такой, начинает разносить стенку. И он, такой, говорит, ой, нормально, за меня, говорит, тоже ты гони. Я, такой, блин, из-за меня, говорю, фасоль напиши. Он, такой, вы фасоль? Я, говорю, ну да, это я же испугался, что он меня узнал. Вот. И он, такой, говорит, а Вегман на стриме сказал, что у тебя перс похож на Зоолупу. И я, такой, блядь, не такую известность я хотел. Что, опять бафнули? Да, опять бафнули. Ну, уже давно он подсох. Ну, а как ты хотел? Как ты хотел? Благоустройство города, оно подразумевает то, что все закрашивается. Хуёво, правда, закрашивается, но закрашивается. А вот это правильно сделать, что закрасили, потому что тут какая-то чакарня была. Вот, видишь, он спортом занимается. Ну, как обычно. Он, да, как обычно, похож на Зоолупу, да. По-мокрому рисовал. Даже, вот видишь, не моя наклейка, я не знаю, что это за парень, я его ни разу не видел. Тоже все, видишь, перечиркано. Костяна вон перечиркнули. Какой у вас опасный район здесь, вообще, блядь, не дают продохнуть, везде всех хуярят. О-о-о, новый Векман. Давай, передадим привет Векману. Ну, смотри, это нормально держится. Слушай, ну так он пропитан клеем там, блядь, ты бы знал как. Он сначала был вымощен в клее, потом приклеен и еще раз проклеен. А QR-кодик раньше на инстаграм нам увел, но я решил его содрать сам. Администрация. Постоянно, конечно, приносит. Ты, что ли, будет бой? Не-не, это было еще до моего заезда сюда. Ух ты! Даже цирр здесь есть. Ну, Костяна, естественно, тут есть. Он тут еще... Не, ну пытались перебафить, да они, ты же это делаешь? Не, на хрена. Шитай, вот, швепс. Хи-хи-хи. Волосы бандиты. Волосы бандиты. Волосы бандиты. Волосы бандиты. Что там, рассказывай. Вот эта штука. Давай листов. В музее коммерсов в Лос-Анджелесе. 9,2, что за оценка? 9,2, это степень редкости, максимум 10. Это, типа, бега-редкий экземпляр? Да, я тебе говорю, он стоял в музее, и его музей продал из-за того, что он на них упал с полки. Угу. И он потерял музейную ценность. Угу. О, я играл в Тейн Спритерс 2. Ой, раза три проходил с корешем. На полки на второй. Вот, комикс 2007 года. И его особенность в том, что конкретно этот персонаж появляется только в этом комиксе. Больше вообще нигде. Угу. Он в этом комиксе появляется, в этом уже умирает. Что, я тебе еще, смотри, мою разработку. Лампа в бутылке? Да, я еще, короче, сделал Костяну такую. Угу. Он его будет отдать. Прикольно. Вот. И, короче, каждой такой лампе я сделал плакатик. Ты печатал? Не, это Костяну подарил в нашу первую встречу. Ха-ха-ха. Он никогда не упустит возможность рекламу какую-то задвинуть, блин, кореша. Ха-ха-ха. Ты делал? Да. Бэтмена я делал. Ну ты же смотри, вот это коровище все. Вот это вся полка. Вот это Бэтмен. Хуя. Все комиксы, вот типа Бэтмен, Джокер, вот Готэм, любой вытащил. Фанатеешь по Бэтмену. Опа, вытащил Бэтмена, да? Ага, а Титаны это не Бэтмен. И смотри-ка сюда, красный колпак. Это двойной. А красный колпак? Ну DC-шка. Видели? Бэтмен? Да-да-да. Все. Хотел меня подловить? Да. Ха-ха-ха, конечно. Ммм, тут уже такие, да, издания. О, и вот еще Бэтмен. Да, и он там вот. Я все хочу прочитать, но так даже не у кого. А, все где? Силдовые, блядь, нихуя себе. Вот это, конечно, да. О, Костян приехал, видимо. Алло, Костян, да. Да. Ты приехал на станцию? Сейчас приедем за тобой. 15 минут. Так, где-то там подклеим. О, нет, где-то моя была. Сейчас, 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 сейчас на эту. Сейчас на эту, сейчас на эту. Вообще я инвижу. Вот она. Все готово. Все готово. Основной вечер. Ха-ха-ха. Ну, это, смотри, был бы такой сахарной ламинацией. Да, это сахарная ламинация. Да, это сахарная ламинацией. А, что тут у тебя дохер на всего? Ну, возьми, не тебе вообще нравится. Ну, хочу что-нибудь, конечно. С тегами с твоими? Не надо. Держи. Блин, тут такая, короче, актуальная тема у нас недавно с друзьями возникла. Касательно появления разных телеграм-каналов у каждого чувака, кто делает стикеры. Вот как ты к этому относишься? Я просто поймал себя на мысли, что у меня лента вот в таких вот, знаешь, небольших, мелких телеграм-каналах просто вся испещрена ими. Слушай, у меня тоже, я на самом деле себе завел отдельный аккаунт, который чистый, в котором только в одном я подписки, которые мне действительно интересны, а во втором подписки для какой-то рабочей деятельности, для конкурсов и так далее. То есть там пишут, создайте свой телеграм-канал, чтобы там сделать репост нашей записи. Я такой думаю, зачем ты, блин, заставляешь людей делать эту херню? А вот будет у тебя этот канал с двумя подписчиками. Ну, зачем? У нас, кстати, вот была единственная ситуация, когда мы создавали химки культур. У нас там разошлись мы во мнениях ведения и паблика этого, и вообще типа сферы нашей дальнейшей деятельности. Поэтому часть команды ушла, часть команды осталась. И мы создали отдельный паблик, как раз эти. Да, я из этих, и вы узнали главный секрет, кто такие эти. Да ладно, не переживай, паблик, все равно не о чем. Ты про свой? Блять, какая прелесть. Вот смотрите, подгон от бумаги. Это типа твоя визитка, да? Это образцы пленок, и там по QR-коду можно перейти и посмотреть, как они выглядят, что значит, короче. Квать, а ты что такой сиплый? Я вчера тусовался на концерте до 5 утра. Прямой репортаж. Видим, бензин. Как так вышло? С тобой заговорился. С тобой заговорился. Заправку проехали. Двадцатка ушла. Ага, на землю. Ну, на землю литр. Договорились с работягами вернуть канистру. Фасоль не хочет идти обратно. Ну не то, что не хочет, но пока сомневается. Ну да. Там просто осталось еще поулитой. Ну и вернешь им с компенсацией за канистру. Выпьют перед обедом. Тоже верно. Следуй. Куда? Столовой 42. Почему мы еще не рисуем граффити, блять? Почему мы еще не рисуем граффити? Ну и там же чекерня. Короче, тебе рассказать, что такое у вас с нейт? Да. Это на одну ночь химки превращаются просто во что-то невероятно разъебное. Идет огромная колонна с салютами. Они хреначат с салютами друг друга. И попутно разносят вообще все. Граффити в том числе? Граффити, да. Буммен. 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 Циро. Циро. Буммен. Я буммен. Не жалко наклейки клеить? Жалко, конечно. Подарок для посольки. Нифига себе. Гебачим нахуй. Разбираем его. Скоро. А мне нравятся такие. На всех магазинах страны. Смотри. Можно мне такой же? Да тебе. Спасибо. Одну забаву дай. Ну такой неприглядный же столбик. Ну что там? Ну вот в чем красота стикер арта. То что облагораживают такую некрасивую конструкцию. Мы нуждаем коммунальщиков поскорее закрасить это все. Или как минимум об этом. Саня, заебал. Слушай, мы с тобой уже второй ролик где-то влазим по таким местам. Ну давай лезь. Я потом после тебя. Бам! Сука. Ой хуёво сделал. Ой хуёво. А это специальная текстура. И вот пяточка с яичками. Угу. А я тогда сюда. Оверлэй печатный класс. Шок контент. Меня Костян бафает. То есть мы поехали рисовать граффити. Во-первых, у нас бензин кончился, потому что фасоль не заправился. Во-вторых, испачкался весь как свинья. И еще говорит, что мы не с той стороны пришли, да? Да. Поехали домой, Лов. Ну короче, я понял, твое лицо не палим. Да ты что, твое не палим лицо, да? Не-не, мое уже, Димон, бесполезно не палим. Повтори, что еще взял? Клей взял. Тегу взял. Подклеится. И кадамчиков. Таких вот мне на мостике подарили. О, какой один. А рожа, которую я буду рисовать. Так, это вот. Это все в лут. Рожа, короче. Их будет много разных. Блядь, я его порвал. Фука. К слову, эта яблишка из астрала уже выполнена полноценно на фанере уже давным-давно. Ну вот как стрит-арт еще не реализована. Зато присутствует в моем новом стикер-паке. Который я дропаю прямо сейчас. В этот раз он получился довольно разнообразным. И если ручки зачесались и захотелось заиметь такое, то вам в описании. А об остальных картинках в этом паке речь пойдет в следующих роликах. Ну а сейчас можно взять заранее, пока он еще есть в наличии. Красивый. Астральчик. Ебать, а ты что, сейчас фрикендом? Ну вот, фрикенд, смотри. Во-первых, этот персонаж придуман был мной. Я экранизировал астрал. А это... Это интересная особенность. Просто у тебя готова уже штука? Да, маску есть в зону. Че? Костя не нарисует ее? Фрикендом я хуйню нарисую. Ну давай прикинем, короче, где... Какой размерчик у вас будет? Сколько плит? Ну вот, наконец-то то, ради чего мы все тут сегодня собрались, так сказать. Побрызгать красочкой на свежем воздухе, это, знаете, очень даже давно хотелось. Я, как человек, работающий в основном в мастерской, очень люблю такие выноски. Скажи сразу, от результатов многого не жду. Суть тут совсем не в этом. Трафарет, как изделие, сам по себе подразумевает многоразовое использование. Чем, собственно, я и воспользовался. Забацав сразу несколько рож. Только в этот раз пойду от обратного. Обычно я всегда берег фон и сразу же закрывал его. А в этот раз наоборот. Залью его под конец. Благо цвета все совпадают. Тупо белый. Как правило, все неровности в картинке я довожу кистями. Но сегодня непростой день. Хоть и задачка-то у меня примитивная, я все равно хочу сделать ее поинтереснее. Уже испачкался. А, у тебя перчаточки, молодец. Я, кстати, это один из немногих разов, когда их решил их надеть. К нам присоединился Забава, и вот они с фасолью решили такой продакшен залить. В каждой пределе, ну, вернемся к нашим баранам. Челлендж позволить себе грязь и оставить все как есть, прибегнув к минимальным манипуляциям с кистями. Вот такое разнообразие, я считаю, полезным. Практикуем взбивание хуйцарта. Костя, а ты что делаешь? Пишешь бумен наклеечками? Белыми? По-белому? Красиво. Смотри, мне кажется, прикольно это полетается. Да не читается же. Ну что? А то я тоже участвую. Главное – это участие, да? Дим. 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 Что еще будете добавлять? Сейчас еще будет аутлайн иной фишки какие-нибудь. Ну, в принципе, что планировали, то я получил. Ну, меня, собственно говоря, тоже. Хотя, сказать по правде, я вообще ничего не планировал. Мне скорее просто потусоваться хотелось. Разъеб, просто разъеб. Разъебал. Знакомьтесь, это стикер арт-бомбинг кусок. Из кусков моих сделан лучший в мире. Граффити стикер кусок. Про лучшую, мою любимую типографию стикера. Это легальный вандализм, да, такой? Так, срывай давай. Да не вопрос, да? Нет, демонтаж 400 рублей. В отделении расскажете. Ну, и у пацанов, я смотрю, все получилось. Причем довольно быстро. Хоть и локация эта довольно спокойная, все равно долго тут лучше не задерживаться. Не надо за меня. Не надо за меня. Я сейчас сам оттягиваюсь там. За меня можно. У меня страшные рожи получились некрасивые. Бомбмен стикер крю. А, у тебя есть крю свое? Да. Ты жена и ребенок. У меня есть крючок. Ха-ха-ха-ха. За меня-то гони. За меня-то гони. Какая, бля, я банку пива выпил, блядь? На старой дрожжи, блин. О, смотри, как классно. Да, пиздато. Мы рекламируем в этом видосе их. Да? А, Райтерс? Давай, прорекламируем. Интересная, отличная визитка из пластика. УФ-печать. УФ-печать это очень крутая. Поэтому, если хотите классную УФ-печать... Да, блядь, не визитку рекламируйте, магазинчик. Записывайтесь на стекерочке в Бомбанстике. Да, епта. Ну, а если серьезно, если двигаетесь территориально где-то в Химках, ну или рядышком, то имейте в виду, что на Первомайской, Дом-2, находится магазинчик Райдерс, где и баночек можно добрать, да и вообще закупиться всем необходимым для своих творческих успехов. Ну и не только. Ассортимент реально разнообразный, весело перечислять не буду. Рекомендую даже просто заглянуть для ознакомления. Все ссылочки вы найдете в описании. А что, Райдерс это здесь же где-то? Где-то в Химках. Ты их знаешь? Нет. Да это с Фасоль, менеджер. Менеджер Фасоль. А если к ним заедем? Так он уже все снял. Кто? Фасоль. Все снял. И Натураж, как ему в банке, пакетик кладут и визиточку, это тоже. А в самом магазине вы были? Все снял, да. Он забрал оттуда Артон еще и Артон вымутил, и деньги, блядь. Все вымутил. Молодец. Так бы работал, да, у тебя? Ну да, блядь. Я немножко раскручусь, я его в менеджера возьму. Блядь. Вот сюда. Ну нет, ну стиля нет у тебя абсолютно. Куда бы ты в центре? Ты бы в центре? Альфач нахуй должен. Ты бы в центре ебанул, да? Блядь, ну это же не стильно абсолютно выглядел тебе. Куда бы я бы еще ебанил вот сюда. Не видно. Вот смотри, вот ты, короче. Ты идешь, у тебя сразу в глаза идет, смотри. Нихуя себе, блядь, нихуя себе. А кто это здесь был, блядь? Забавно, да, вот это вот, прикол. Прикольно, смотри, за 2 секунды она выглядит пиздец классно. Да, как москвич. Пойдем посмотрим, кто там. Вон грибы, грибочки видишь? Да, да. С перевернутыми крестами, дичь какая-то. Темная вообще, да. Ну, потому что угол такой темный. А этот как тебе кусок? Слабоваться. Тебе не угодишь. А вот этот? Ну, тут посильнее, но тоже сюда. Смотри, как там зубы выделяются по сравнению со всем остальным, да? Мне нравится, как он цвета сделал из-за лица. Закрутил, типа, да? Вот здесь вот клевое. Ну, да, и задник, смотри, какой классный у него. Да они все в одном таком стиле. Как будто. Краска. Чувствуешь, пахнет свежей? Да это они красят. Оно я чувствую, да? О, там еще куски пойдем, еще анализ кусков. Блин, ну видос и так получается довольно длинным, поэтому так называемый анализ кусков мы, наверное, все-таки посмотрим в Телеграме. Вот ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии. Прописью так здорово смотрится. Блин, он мне вот единственное за всю приз, сколько я уже 15 лет рисую, короче, и вот это мне единственное прям по душе. Ну здорово, я попал на хороший экземпляр. Ваше здоровье, друзья. Сейчас мы тебя разъебем, бля. Ты кому это говоришь? Тебе. Я же говорил, что я тебя разъебал. Это я говорил. А давай это, совсем оружие в мясо. Я домой хочу спать, блядь. Я тоже. Турак, блядь. Ты хочешь сказать, блядь. А потом тебе пизды надо за ЦСКА. Да и ладно, блядь. Это ж потом будет. Тебе, блядь, а не мне. Я уеду сейчас. Спасибо. Продолжение следует...